Вы смотрите новости Первого областного канала. О событиях дня расскажут наши корреспонденты и Оксана Холодова в начале основной темы выпуска. По собственному желанию глава Заветинска Владимир Кондрашин подал в отставку. Печальная статистика. С начала купального сезона в Амурской области утонули уже 15 человек. Взрывы на Амуре. В областной столице прошли масштабные учения всех силовых структур. И фамильное село в Серышевском районе есть населенный пункт, где раньше проживали только представители одной семьи. Глава Заветинска Владимир Кондрашин подал в отставку. К работе руководителя города было много нареканий. О проблемах жители территории рассказали Александру Козлову во время его поездки в Заветинский район. Претензии предъявляли к организации работы местных коммунальных служб, вывозу мусора, благоустройству и состоянию местных дорог. Также главу критиковали за предоставление некачественного жилья сиротам. Отставку Владимира Кондрашина принял городской совет депутатов Заветинска. Досрочные выборы назначены на 18 сентября. Сейчас обязанности главы города исполняет Татьяна Доценко. Между тем, все проблемы, о которых говорили губернатору на встрече в Заветинске, несколько дней назад уже пытаются решить. Сейчас рабочая группа правительства работает в районе, министры встречаются с жителями. Дом, в котором проживают дети-сироты, уже осмотрен и составлен акт. Администрация района будет требовать у подрядчика устранить недостатки. Росавиация дала Вимавиа неделю на решение проблемы с задержкой рейсов. Иначе компанию лишат возможности выполнять чартерные перелеты. С начала летнего расписания у компании систематически происходят многочасовые задержки регулярных и чартерных рейсов на внутренних и международных направлениях. Так, накануне борт Вимавиа вылетел из столицы в Благовещенск с задержкой более чем на 30 часов. Кроме этого, более чем на сутки задерживали рейсы и на маршрутах из Санкт-Петербурга в Бургас, Варну и Крым. А 20 июля перевозчик вновь отменил 6 рейсов из Симферополя. 5 самолетов вылетели из Москвы с задержкой от 2 до 8 часов. Накануне губернатор при Амуре Александр Козлов встретился с руководителем Вимавиа Александром Кочневым. Глава авиакомпании рассказал, что массовые задержки возникли из-за несвоевременной поставки лизинговой компании и новых самолетов в парк авиакомпании, а также из-за неисправности воздушных судов. Однако он обещал в ближайшее время исправить ситуацию и принес извинения пассажирам. Компания готова предоставить компенсацию за доставленные неудобства в соответствии с российским законодательством. Вскоре флот авиаперевозчика пополнится более вместительным лайнером Boeing 777. Однако, как нам сообщили в Благовещенском аэропорту, местная взлетно-посадочная полоса не сможет принять самолеты такого класса. Именно по этой причине в мае 2015-го крупнейший авиаперевозчик России Аэрофлот ушел из Преамурья. А пока задержки рейсов в Вимавиа продолжаются. Сегодня самолет-перевозчика прилетел из столицы на 2,5 часа позже назначенного времени. Из областного центра до Владивостока теперь можно добраться за 2 часа 40 минут. Авиакомпания «Аврора» открывает регулярные рейсы в столицу Преамурья. Первый сегодня в 20.40. Рейсы до Владивостока будут выполняться три раза в неделю. Улететь из Благовещенска можно будет по вторникам, четвергам и субботам в 20 часов 40 минут. Из Владивостока по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону от 5500 рублей. В обе – 10800 рублей с учетом сборов. Более подробно узнать о расписании маршрутов и стоимости билетов можно на сайте компании «Аврора» или в контактном центре Благовещенского аэропорта. Накануне в Константиновском районе утонул ребенок. Трагедия произошла около села Золотоножка. Две девочки купались без присмотра родителей. Одна из них 2007 года рождения утонула, а вторую успел спасти местный житель. Кстати, это уже четвертый несчастный случай на воде за неделю. Так, в минувшее воскресенье в Благовещенске в районе Октябрьской 1 девушка поплыла в сторону Амурской 1 и выбраться из воды не смогла. В этот же день на Зее обнаружили 53-летнего мужчину. Причину гибели специалисты выясняют до сих пор. 13 июля утонула девушка. Она плавала вечером в Затоне. Водолазы нашли ее тело только на следующий день. По данным регионального МЧС, с начала купального сезона в Амурской области утонули 15 человек. Спасатели просят не оставлять детей без присмотра у водоемов и не игнорировать знаки «Купаться запрещено». Сегодня на реке Зее преступники захватили пассажирский теплоход, взяли заложников и пытались прорваться в Китай. По такой схеме прошли масштабные учения всех силовых структур. Чтобы задержать нарушителей закона и освободить невиновных людей, силовики использовали снайперов, катера и даже бронетранспортер. На учениях побывала и съемочная группа Первого областного канала. За час до преступники ограбили банкомат. Уходя от погони, угнали теплоход, угрожая капитану и заложникам. С одной стороны судно блокирует выход на границу, с другой – подходит катер с переговорщиками. С бандитами пытаются договориться мирно. «Преступники похитили 2 миллиона рублей и захватили с собой три заложника. Они вооружены и просят организовать им коридор в Китай. Еще просят продукты и алкоголь». Преступникам нужно в Китае, ведь между нами и Поднебесной нет экстрадиции, а террористам и экстремистам там грозит всего пять лет. Переговоры с ними заходят в тупик. Силовики принимают решение брать теплоход штурмом. Люди, игравшие преступников и заложников, оказались прекрасными актерами. За спецоперации с берега мы все наблюдали, не моргая. Штурмовиков прикрывают со всех сторон, в том числе снайперы, которых мы не увидели, как не старались. Преступники оказывают сопротивление и погибают один за другим. Один из бойцов спецподразделения ранен, а ситуации на борту тут же докладывают начальнику. «Три террориста уничтожены, один задержан». В учениях приняли участие около ста человек. Это все силовые ведомства. Транспортная полиция, береговая охрана, МЧС, УФСИН и многие другие. Среди них и медики. Центр медицины «Катастроф» всегда должен быть в центре событий, чтобы помочь раненым. Если даже негодяй, нам без разницы. Мы обязаны оказать помощь любому пострадавшему. Неважно, негодяй он или хороший человек. В реальной жизни таких трагичных сцен амурские медики не видели. Только учения, которые, кстати, проходят раз в квартал. Эти командование оценило на хорошо. Говорят, были недочеты, которые после. Все участники учений будут дотошно разбирать. Ситуация такова, что терроризм и экстремизм стали повседневным в нашей жизни. События в Ницце, в Турции показывают о том, что мы должны быть готовы ко всему. Да, я понимаю, что Амурская область, Забайкальский край – спокойные регионы. Но это не говорит о том, что подразделения спецназначения не должны профессионально грамотно реагировать на подобную ситуацию. Если бы у амурских силовиков было время и возможность играть в кино, мы бы снимали с ними боевики для нашего канала. Уж очень зрелищно проходят учения. Но у них своя работа – быть готовыми и защищать людей. А у нас своя – снимать и показывать. Мария Красилова, Андрей Цветков, Первый областной. В конце года в Благовещенском СИЗО сдадут в эксплуатацию новый корпус для заключенных. Сейчас в здании ведутся отделочные работы и начинается монтаж крыши. Открытие этого объекта станет первым шагом в реализации большой программы по реконструкции следственного изолятора. Как изменятся условия содержания ожидающих приговора суда, расскажет Юрий Камышный. На первом этаже нового корпуса вовсю идут технические работы. Работа специалисты прокладывают канализацию электрику, монтируют вентиляцию, подводят отопление. Уже в самое ближайшее время здесь перейдут к отделке помещений. Как будут выглядеть камеры для заключенных, можно уже посмотреть на втором и третьих этажах. Здесь эти помещения в шутку называют номерами. На окнах стеклопакеты, отдельный туалет и стены выкрашены в нейтральный белый цвет. Но специфика заведения все-таки сохранилась. Решетки и массивные металлические двери с глазком да запорами на месте. На третьем, на четвертом этажах у нас будут находиться камеры двух-четырех местные. Больше по количеству людей в камерах не будет. По два, по четыре человека. Все камеры будут оснащены видеонаблюдением. В каждой камере будет находиться телевизор. В каждой камере будет находиться холодильник. Интересная деталь. Все металлические двери камер сделаны осужденными амурских колоний номер 2 и 8. Первоначальный проект, разработанный в Барнауле, предусматривал строительство корпуса на 300 человек. Но впоследствии его изменили и увеличили вместимость еще на 200. Только в этом здании будет 123 общих камеры и четыре специализированные для душевнобольных. Толстые стены, решетки, многоуровневая система досмотра. В общем, говорят строители, делаем на века. А возможность организации побегов при помощи подкопов полностью исключена. Сейчас основной фронт работ на верхних этажах корпуса. Здесь разместятся зоны для прогулок. Проводить время на открытом воздухе обвиняемые смогут круглогодично. Даже в дождь и снег. В окончательном варианте крышу здания накроют специальным прозрачным куполом. Сейчас во внутренней территории изолятора развернулась большая стройка. Для того, чтобы пропускать грузовики с материалами, специально оборудовали новое КПП. Усилили и меры безопасности ежедневно. На эту закрытую от посторонних территорию со свободой заходит до 250 рабочих. Первый этап масштабной реконструкции СИЗО завершится уже в этом году. А к 2020-му ждать наказания обвиняемые будут в новых, более гуманных условиях. К этому времени сдадут еще один корпус, а также отремонтируют помещение для содержания несовершеннолетних и областной больницы системы УФСИН. Юрий Камышный, Игорь Карпов, Первый областной канал. А сегодня закрыли для движения транспорта улицу Железнодорожную между Ленино и Зейской. Здесь будут проводить работы по благоустройству в рамках федеральной программы по реконструкции канализационного коллектора. Открыть участок планируют 25 августа. Ремонтные работы ведутся еще в двух районах города. Самым масштабным обновлением будет на перекрестке Мухино-Игнатьевское шоссе. Сейчас специалисты АКС завершают укладку водопроводных сетей. План выполнен на 65%. В компании уточняют, работы имеют важное стратегическое значение для города. Кроме того, это самый крупный проект водопроводных сетей, которым занимаются коммунальщики в период подготовки к новому осенне-зимнему сезону. Также перекрыты участок улицы Артиллерийской от Ленина до Краснофлотской. Здесь ведут реконструкцию канализационного коллектора. Откроют проезд 25 июля. Патентное изобретение в области энергетики получила Дальневосточная распределительная сетевая компания. В Преамуре уже начали устанавливать экспериментальные образцы опор из композитных материалов. От разработки концепции нового продукта до внедрения пилотной партии на стратегический объект прошло почти полтора года. Программа испытаний уникальных опор уже утверждена. В энергетических тонкостях разбиралась наша съемочная группа. Уникальные опоры были произведены в нанотехнологическом центре композитов. Результаты экспертиз пробной партии подтвердили качество и соответствие всем стандартам электрической прочности траверсов. Вот этих конструкций, которые крепятся на самом верху опоры. И в дальнейшем именно они будут держать провода. Одним из неоспоримых преимуществ опор является их вес. Такая же стойка из железобетона весит почти тонну. Это чуть больше 100 килограммов. Новые опоры изготовлены из стеклопластика. Есть стекловолокно, которое пропитывается связующим и методом намотки. На специальную технологическую оправку наматывается, потом полимеризуется, потом происходит извлечение изделий. В рамках НЕКР было изготовлено несколько типов опор на класс напряжения 0,4, 6, 10 киловольт. Предназначены для подвески изолированных и неизолированных проводов. Опоры из композитных материалов в сравнении с железобетонной обладают пониженной жесткостью, что увеличивает ее устойчивость во время сильных ветров и обледенений. В первой экспериментальной партии пришло всего два десятка штук. «Разрабатывалось в первой партии 20 опор, 10 для 0,4 киловольта напряжения, 10 для напряжения 10 киловольт с двумя переходными опорами повышенными. Все 20 пилотных устанавливаются в Волково в поселке с тем, чтобы в опытном прошлом эксплуатации в одном месте было удобнее их наблюдать. И они все будут работать как раз в одних условиях». В течение года энергетики будут следить за их поведением в разные сезоны. Затем примут решение о необходимости дальнейшей замены. Между тем в Преамурье стоят десятки тысяч опор. Менять все энергетики не планируют, однако подчеркивают, в Преамурье есть районы, в которых просто необходима такая замена. Конечно, по стоимости опора из композитных материалов не дешевле аналогу из железобетона. Однако срок ее эксплуатации значительно выше, а обслуживание проще. Ирина Кобзарь, Вероника Федореева, Роман Юдаков, Андрей Цветков, Первый областной. Неплательщики элементов могут избежать уголовной ответственности. Теперь в первую очередь должников будут судить по статьям административного кодекса. Но если нарушители не исправятся, им уже будет грозить уголовная ответственность. Таким образом, государство дает неплательщикам еще один шанс. Изменения в законодательстве вступили в силу 15 июля. К уголовной ответственности привлекут только тех, кто регулярно не платит деньги. Менее злостным должникам грозит до 150 часов обязательных работ или административный арест на срок от 10 до 15 суток. На сегодняшний день у амурских приставов более 250 тысяч исполнительных производств. Из них около 7 тысяч – долги по алиментам. Общая задолженность – почти полтора миллиарда рублей. За неделю к ответственности привлекли около 30 алиментщиков. Семерых ждет административный арест на 10 суток. Надеемся, эта мера будет довольно-таки эффективно работать. И к октябрю месяце мы уже подойдем. Порядка, я думаю, 300 тысячи, конечно, у нас не хватит, наверное, просто ресурсов для того, чтобы охватить объем. Но порядка 700-800 должников, я думаю, будут привлечены к административной ответственности и рассмотрены дела в суде. Инвесторам при Амуре будет проще реализовывать свои проекты. Если раньше предпринимателям необходимо было их согласовывать со всеми министерствами и ведомствами, теперь достаточно только поддать документы. Специалисты Минэкономразвития области сопроводят проект вплоть до его реализации. Работа ведется по принципу одного окна. В прошлом году в Приамуре были разработаны специальные инвестиционные стандарты, включая обязательное сопровождение проектов. Эксперты Амурского министерства экономического развития помогают составить план мероприятий и, если необходимо, организуют переговоры и совещания. Во время реализации проекта помогают решать земельные вопросы, искать дополнительное финансирование, оказывают меры государственной поддержки и даже предлагают соинвесторов, причем не только из Амурской области. Бывают, приходят подготовленные проекты, которым необходимо решить определенный вопрос, то есть подобрать, например, земельный участок, и нет проблем с финансированием проекта. А приходят, допустим, иногда инвесторы, у которых есть замечательная бизнес-идея, положенная на бумагу, но, к сожалению, не хватает инвесторов, либо необходимо подобрать какой-то источник финансирования. И тогда мы, конечно, подбираем либо это институт развития, либо это соинвесторы из других регионов или даже из других государств. С 2015 года в области начали реализовываться около 20 крупных инвестпроектов. 15 из них признали приоритетными. Вот лишь некоторые из них – туристические бизнес-проекты в лесном комплексе, метанольный завод в Сковородине, животномоческое хозяйство для производства мясной продукции. По статистике, ежегодно в области начинают работать до 10 инвесторов, в том числе предприниматели из Москвы, Китая, а также Хабаровского, Приморского краев и Якутии. Благовещенская таможня подвела итоги работы за первое полугодие этого года. Федеральный бюджет перечислили почти 1,5 млрд рублей таможенных платежей. Внешнеторговый грузооборот составил более 1 млн тонн. Общая стоимость – около 230 млн долларов. Большая часть пришлась на экспорт. В структуре экспорта на первом месте продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. На это направление пришлось более 68 млн долларов. Вывозили в основном соевые бобы, пшеницу, муку и шоколадные изделия. На втором месте по экспорту минеральные продукты, на третьем – машины и технологическое оборудование. Через международные пункты пропуска пересекли границу на въезд и выезд около 335 тысяч человек и почти 43 тысячи транспортных средств. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий таможни возбуждено 11 уголовных дел и 413 дел об административных правонарушениях. В Преамуре начали убирать ячмень, пока основную фуражную культуру собирают только в двух хозяйствах Ивановского района. К 28 июля к ним присоединятся все сельхозпроизводители области. В этом году под ячмень отдано около 30 тысяч гектаров пашни. В основном земледельцы будут убирать два сорта этой кормовой культуры – ача и золотник. Ожидается, что их урожайность составит в среднем 20 сантиметров с гектара. Пока весь ячмень скашивают в волке, а затем начнут его обмолот. Проблем с реализацией зерновых также не будет. В основном хозяйство области закупают ячмень на корм скоту. Как сообщает областной Минсельхоз, вся техника к уборочной кампании готова. Если погода будет хорошей, работы должны завершиться в начале августа. Село с фамилией. В Серышевском районе есть населенный пункт, где раньше проживали только представители одной семьи. Их так и называли – Поруновы из Поруновки. Теперь от этой династии осталось всего человек 20. В селе живут уже не только потомки-основатели. В разные годы сюда приезжали и из других регионов. Фамилии немного поменялись. Но об истории Поруновки и Поруновых здесь давно ходят легенды. Серышевский район – Поруновка. Казалось бы, обычное село, каких в Амурской области достаточно много. Но мало кто знает, что когда-то в этом селе жили только представители одного рода – Поруновых. Отсюда и такое название. Это были основатели этого населенного пункта. Кстати, представители этой фамилии живут здесь и по сей день. Дом Ларисы Зайцевой в девичестве Поруновой. Она уже пятое поколение знатной для этих мест династии. Село основали в 1883 году Василий Порунов и сыновья. С тех пор и началась история одной фамилии. Поруновы, значит, Поруновы пришли из Пензенской губернии, в Пензеки. И они очень долго шли, шли, пришли сюда на берег Томи, остановились на той стороне Томи и Василий Порунов. Значит, был Василий Большак и Василий Меньшак. Значит, пожили-пожили, обосновали эту Васильевку и решили подвинуть дальше. Дальше Поруновы пошли вверх по реке Томи, обосновались в этом селе. Поначалу здесь жили только однофамильцы, но со временем село стали заселять. Сейчас Поруновых в Поруновке всего-то пару десятков. Но все они, говорит Лариса Григорьевна, с гордостью носят фамилию. В этом селе очень тесные семейные связи. Людмила Порунова – жена брата Ларисы, говорит. Когда познакомилась с мужем, думала, что село в честь него названо. А теперь вот куда приезжаю, в больницу или куда. Поруновы из Поруновки – это так всех задевает. Дочь Людмилы, когда выходила замуж, даже отказалась менять фамилию. Слишком громко звучит. А вообще легенда Поруновых давно ходит по селу. Историю родного края здесь знает почти каждый. Говорят, даже несмотря на то, что деревни сейчас буквально выживают, Поруновка цветет и пахнет. Шутят, ведь как назовешь село, так оно и заживет. Яна Лисова, Андрей Цветков, Первый областной. Выставка продажа книг амурских авторов впервые открылась в Благовещенске. Теперь любители прозы и поэзии могут не только взять книги любимых писателей в библиотеке, но и купить понравившееся произведение. Выбор есть почти 40 книг. Провинциальных мусни громкий разговор теперь можно услышать и в библиотеке имени Чехова. Здесь открылась уникальная выставка «Лавка» на полках только изданий амурских авторов. Книги можно и почитать, и купить. Это вот такой первый опыт муниципальной информационной системы города Благовещенска. Конечно же, он связан с потребностями наших горожан. К нам очень часто в библиотеке обращались жители города, гости города с вопросом, а где можно не только почитать амурских, благовещенских авторов, но еще и частичку их души, их труда забрать с собой, ну а попросту, просто купить эту книгу. До сих пор продаваться амурским авторам негде было. Есть отдел на ярмарке, некоторые издания можно приобрести в музее, но единого центра продаж книг местных поэтов и прозаиков не было. Теперь тут выставлено 37 произведений, два из которых написала Гульчарабыкова. Идея благовещенских библиотекарей автору пришлась по душе. Говорит, что это значительно улучшит связь между писателем и читателем. Любая выставка, продажа или просто выставка – это знакомство с новым читателем, это знакомство читателей со своими авторами. И идея мне эта очень понравилась, в том числе и продолжение этой выставки, еще и электронный портал, где будут выставлены наши произведения. Это очень хорошо, я думаю, очень здорово даже. Кстати, здесь собирают книги не только в бумажном виде, но и в электронном. Прочесть их можно в единой библиотечной системе, буквально не выходя из дома. Ростислав Азизов, Иван Сюмак, Первый областной. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Смотрите наши новости на странице Первого областного канала в Facebook и Одноклассниках, а также на сайтах amurobl.tv и portamur.ru в разделе ТВ-проекты. В студии для вас работала Оксана Холодова. Приятного вечера и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин